МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Екатерина Пёнова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Приватизация муниципального имущества и вопрос обращения с твёрдыми коммунальными отходами. В Думе прошло совместное заседание комитетов. Формирование комфортной городской среды. Горожане обсудили благоустройство берега реки Сатис. 19 февраля день военно-оркестровой службы вооружённых сил Российской Федерации. Далее расскажем обо всём подробно. Приватизацию муниципального имущества, объединение Дома-книги с Домом бытовангард, формирование адресной программы по благоустройству дворов обсудили депутаты на совместном заседании думских комитетов. Также речь шла об изменениях в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Подробности в следующем репортаже. С 1 февраля региональный оператор прекратил вывоз отходов из индивидуальных контейнеров у частных домов. Мусор в частном секторе теперь вывозят только из установленных мест накопления. Эта ситуация вызвала большой общественный резонанс. Горожанам приходится транспортировать свои отходы на сотни метров от дома. Пакетики с мусором люди возят на автомобилях. То есть при условии того, что у нас нет пешеходных сетей, там у нас люди перемещаются по дорогам, ну, как они очищены, тоже другой вопрос. Всё это на автомобилях, то есть каждый день сотни автомобилей возят пакетики. Но автомобиль это ещё ладно. Есть у нас ещё, скажем так, маломобильная группа граждан, это вот пожилые люди. Они вот мне звонят, ну, в силу того, что у меня округ такой, они даже спрашивают, за что нам такое. Департамент городского хозяйства не может заставить регабератора вывозить мусор от каждого дома. Специалисты ДГХ могут только пересмотреть место расположения контейнерной площадки. В связи с внесением изменений, существующие законодательства, законодатель, восстановлением правительства Российской Федерации, установил только два типа места накопления. Это либо контейнерная площадка, включая бункер, либо это мусороприёмные каперы, непосредственно распространённые, ну, установленные, непосредственно находящиеся в квартирном доме. Законом не предусмотрена возможность накапливать мусор в индивидуальных контейнерах. И региональный оператор не может ввозить мусор от каждого такого контейнера. Департамент городского хозяйства предложил вариант решения проблемы. Поэтому мы предложили депутатам и обратились к главе города с точки зрения рассмотреть целесообразность выхода с законодательной инициативой, чтобы в качестве мест накопления твёрдокоммунальных отходов предусмотрели не только контейнерные площадки и мусоросборники внутри многоквартирных домов, но и индивидуальные контейнеры. Также депутатов интересовало, когда появятся контейнеры для раздельного сбора на специально установленных для этого площадках. Сейчас жители просто складируют мусор в эти места. По сути, никакого раздельного сбора нет. То есть мы обманываем население, получается, этой реформой. То есть никаких решений не принято жителями в МКД, что давайте раздельный сбор мусора проводить. Никакого инфекционного обеспечения нет. То есть просто свалки на самом видном месте. 1 марта уже заключен контракт. Все площадки будут демонтированы. Область обязала эти площадки поставить там, где есть мусороприемные камеры, для организации раздельного сбора. Они вперед дали деньги. Только потом областное правительство стало регулировать порядок перехода на раздельный сбор мусора. Согласно постановлению, решения о таком переходе должны принять общим собранием собственники каждого дома. Также депутаты собирались вернуться к обсуждению аукциона по содержанию дорог. Ранее мы рассказывали, что его выиграла компания ООО «Магистральстрой», но убирают улицы по-прежнему сотрудники ДЭП. В этом году своими прямыми обязанностями муниципальное предприятие занимается на правах субподрядная организация. Этот вопрос уже обсуждали на заседании комитета, но у депутатов остались вопросы. На новую встречу с народными избранниками нынешний директор Василий Ласточкин не пришел. Не было его предшественника Владимира Попкова. Рассмотрение вопроса перенесли на 28 февраля. И этот и другие репортажи вы можете посмотреть в любое время на нашем канале в Ютубе. К другим новостям. В библиотеке имени Маяковского прошли общественные обсуждения концепции благоустройства левого берега реки Сатис на участке от моста на улице строителя Захарова до Маслихинского моста. Его будут облагораживать в рамках программы формирования комфортной городской среды. Специалисты департамента архитектуры и градостроительства представили предварительный эскиз проекта. Выслушали пожелания соровчан и ответили на вопросы. Велодорожки, площадки для отдыха и воркаута, места для пикников. Все это архитекторы-проектировщики включили в предварительный проект благоустройства левого берега набережной реки Сатис. В течение года специалисты проводили опросы и исследования для того, чтобы определить потребности соровчан в тех или иных зонах общественного пространства и возможности их реализации. На встрече жители города смогли ознакомиться с предварительной концепцией и внести предложение по ее изменению. Совершенно не обязательно это все в асфальт заделывать. То есть посмотреть, может быть, на кирпичную крошку применить, какую-то более экологически в основанную систему покрытий. Природный ландшафт в центре города – это на самом деле благо очень большое. Он редко где остался, и мы его должны, в общем-то, беречь, как зеницок, стараться. Те немногие, кто пришли, активно включились в дискуссию. Почти все высказались против площадок для пикника, тем более на перекрестке дорог и вблизи Дома ученых. Все-таки Дом ученых – это даже в какое-то не только здание социально значимое, но оно и культурное какое-то несет. И не знаю, будут ли тут орать музыка, вот это вот. Понимаете, тут недалеко ведь. Пикник, Дом ученых, не знаю. Ну, а вот так явно, вот туда не помещается. Также саровчане обсудили разделение велосипедных и пешеходных дорожек во избежание травмоопасных ситуаций и очистку реки. На благоустройство левого берега Сатиса выделили 31 миллион рублей. Работы должны завершить до конца года. Представители Департамента архитектуры и градостроительства пообещали учесть все пожелания и вновь организовать встречу с жителями города. Госдума приняла законопроект о бесплатном горячем питании для учеников младших классов в третьем окончательном чтении. После того, как документ одобрит софет и подпишет президент России, школьников будут кормить бесплатно не менее одного раза в день. Средства будут поступать из федерального, регионального и местного бюджетов и иных источников. При этом регион сможет получить субсидию на софинансирование питания. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В программу поддержки местных инициатив внесли изменения. С этого года определять, какие именно проекты получат финансирование из областного бюджета будут с учетом мнения жителей. Сейчас на региональном портале «Вам решать» проходит голосование для сравчан. Наш город представил 8 заявок, общая стоимость реализации которых превышает 20 миллионов рублей. Голосование продлится до 8 марта, а результаты отбора станут известны в апреле текущего года. В Сарове подвели итоги футбольного турнира среди дошкольников «Прорыв-2020». В бронзовом кубке победителем стала команда детского сада номер 40. В серебряном кубке лучшими стали ребята из детского сада номер 41. В золотом кубке «Сильнее всех» выступили воспитанники детского сада номер 19. Победителем «Прорыва» второй раз подряд стала команда детского сада номер 19. В субботу, 22 февраля, баскетбольный клуб «Атом» в рамках чемпионата Нижегородской области среди мужских команд примет на своем паркете «Спартак-ЕМГ» из Богородска. Встреча пройдет в спортивной школе «Юниор» по адресу улица Музрукова, дом 14. Начало матча в 15 часов. Для лиц старше 12 лет. Эксперты Волговятского главного управления Банка России провели просветительскую беседу для жителей Сарова. В Центральной городской библиотеке имени Маяковского они рассказали, как безопасно использовать различные финансовые инструменты и не попасть на удочку мошенников. Специалисты также напомнили, какие монеты и банкноты сейчас находятся в обращении. Подробности далее. Уже несколько лет в нашей стране действует национальная платежная система «Мир». Сегодня зарплаты бюджетников, пособия и пенсии зачисляют исключительно на карты этой российской системы. Но вопросы по использованию карты у жителей еще есть. Многих интересует, как обезопасить свои средства при совершении покупок. Об этом шла речь на встрече экспертов Волговятского главного управления Банка России с Саровчанами. Совет тут один. Во-первых, никому ее не давать. Карточку. Она должна быть у тебя в руках и перед глазами постоянно. Вот она у меня в кошельке, там же, где и деньги. И рассчитался, положил, и все. И никто ее не видит, и никто ее не знает. Эксперты Банка России также передали в библиотеке стенд с информацией о противодействии финансовому мошенничеству. Он уже занял свое место в Центральном холле. С его помощью читатели могут узнать, как отличить финансовую пирамиду от легальной организации. Что делать, если с банковской карты обманным путем списали деньги. Как уберечься от мошенников в интернете. Стенд оформлен очень грамотно, понятно, доступной информацией всем. И в том числе школьникам, и людям преклонного возраста, которые наиболее часто становятся жертвами финансового мошенничества в силу своей неопытности или в силу своей наивности. Но это очень важно для нас. И нам стенд этот очень нравится. Мы будем его внедрять в свою работу и информировать наших читателей по вопросам финансовой безопасности. В планах организаторов продолжить просветительские беседы с жителями Нижегородской области. 19 октября отмечают День военно-оркестровой службы Вооруженных сил Российской Федерации. Она обеспечивает подготовку военных музыкантов и дирижеров, принимает активное участие в организации торжественных мероприятий, парадов и смотров, участвует в воспитательном процессе личного состава, способствуя духовному и культурному развитию военнослужащих. В этом году военному оркестру Саровской дивизии Росгвардии исполняется 70 лет. За это время много раз менялся состав, но качество исполнения и боевой дух остались прежними. Несмотря на творческий уклон участников коллектива, они так же, как и остальные военные, несут службу, ходят на занятия по боевой подготовке и сдают нормативы. Согласно программе подготовки и занятия ежедневно на оркестр. Это его основная задача и основная функция. Помимо этого, занимаем, соответственно, согласно боевому расчету, место в боевых порядках воинской части. Главная задача – музыкальное обеспечение воинских ритуалов и событий. Также коллектив регулярно выступает на городских праздниках, участвует в конкурсах и фестивалях по всей стране. В прошлом году оркестр записал композицию в рамках проекта «Десять песен атомных городов». В позапрошлом выезжал на День флота и День города в Архангельск. Стать участником коллектива могут и представители гражданского населения. Все претенденты проходят тщательный отбор. В своем выборе руководители ориентируются на их пригодность к военной службе и музыкальные данные. В оркестр набираем мы в основном на военную службу по контракту. Но, конечно, определенно есть с этим затруднения. Поэтому один из вариантов, как люди попадают на службу в оркестр, это приходит еще в допризывном возрасте, с 14 лет, набираем воспитанников военного оркестра. То есть это допризывная молодежь, желательно уже с музыкальной школой. Сейчас в составе оркестра 13 музыкантов. Объединяет их одно чувство патриотизма и любовь к прекрасному. Александр Курносов – солист коллектива на протяжении последних семи лет. Еще в детстве о службе знал не понаслышке. Отец был военным, именно он отвел юного сына в музыкальную школу. К 75-летию Победы Александр записал авторскую песню «Ну, здравствуй, дед!», которую посвятил тем, кто отдал свою жизнь за мирное небо над нашими головами. Повествование о том, что у них был дед, и во время Великой Отечественной войны он пропал. То есть без вести пропавший. И они много лет его ищут, отправляют запросы по всем архивам страны. Но, тем не менее, никакого ответа нет. И у нас сейчас век интернета, и вот строчка интернета, случайно набранное имя, рассказывает главному герою, где он находится, дед. В репертуаре оркестра есть и народная музыка, и современные произведения в новой обработке. Но военно-патриотическая песня всегда в приоритете. В Саровской дивизии Росгвардии без нее не обходится ни один праздник. Военный оркестр всегда готов дарить положительные эмоции и поднимать боевой дух солдат и офицеров. В школе номер 20 прошла очередная встреча с участниками общественной организации «Дети войны». Ветераны рассказали школьникам истории из своей жизни и поделились воспоминаниями о страшных событиях, свидетелями которых они стали в совсем юном возрасте. Я узнала, как жили дети во время войны, как зовут героев, которых я еще не знала, в какие игры дети играли во время войны. Такие отзывы после встречи с членом Союза журналистов Надежды Викторовны и Почтарюк оставили третьей классике школы номер 20. В рамках проекта «Дети войны» женщина рассказала школьникам о своем военном детстве. Сначала я не помню, но я помню детский, потом я уже до 45-го года помню, я ходила в детский садик. Описывая школьникам годы войны, Надежда Викторовна призывала не забывать, какой ценой досталась та победа русскому народу. Это мероприятие, по ее мнению, должно еще раз напомнить подрастающему поколению о тех настоящих героях, на которых нужно равняться современной молодежи. Одно из направлений нашей городской организации – это патриотическое воспитание школьников. Мы третий год совместно с департаментом образования проводим такую работу. Раньше встречи школьников с представителями организации «Дети войны» проходили в лицее номер 3. Теперь проект вышел на новый уровень. Ветераны распределили между собой школы города, и теперь каждый школьник услышит историю из первых уст. Историю нашей страны должен знать каждый, потому что те люди трудились ради нас, чтобы наши жизни были очень хорошими. Сегодня общественная организация «Дети войны» выпустили две книги с биографиями тех, кто, будучи ребенком, выжил в те голодные и холодные времена. Сегодня ветераны готовят третью книгу с воспоминаниями научных руководителей нашего города. Выпустят ее в мае к 75-летию Победы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова